Ребят, здорово! Это Шамшурин. Тема видео такая, о сексуальности. Хотел с вами поговорить и о том, что такое секс вообще и что такое в моем понимании проявление сексуальности. Прежде чем я начну об этом рассказывать, у меня классная, интересная новость для вас. Я хочу в четверг 6 сентября в 20.00 по Москве. То есть 6 сентября, четверг 20.00 по Москве. Я хочу провести очень крутой вебинар. То есть это будет онлайн-семинар для любых желающих. Мотивационный вебинар, тема которого звучит следующим образом. Как оторвать свою задницу и начать действовать и с женщинами, и по жизни. Я буду давать вам какие-то свои наработки по поводу мотивации. Я буду вас жестко разъебывать, потому что, наверное, иногда вот этого не хватает. Потому что я сам хожу к кому-то, к каким-то спикерам за мотивацией. И, соответственно, если кого-то мотивируют какие-то мои высказания, то вы их там получите сполна, ребят. То есть я там буду давать вам конкретные свои фишки, инструменты по мотивации, как заставить себя действовать. Я вас буду вдохновлять, в моем понимании. Плюс в формате этого вебинара вы сможете позадавать свои вопросы. То есть это также еще и вопрос-ответ. Но хотелось бы более глубокие вопросы, чем как присунуть женщине. Это будет в четверг, 6 сентября в 20.00 по Москве. Ссылка для того, чтобы записаться на этот вебинар, потому что площадка ограничена. Мы взяли небольшую площадку. Успевайте. Ссылка находится внизу. Стоимость участия 500 рублей. Вот. Еще одно короткое объявление. Одни объявления, блин. Вот. Если вы не слышали, то услышите. Если слышали, то, как бы, напоминаю вам, 20.00 сентября, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 у нас состоится в Москве тренинг. Практический тренинг, который я решил повторить еще один раз в этом году. Очень круто зашел формат. Если вы еще не вписались, вписывайтесь. Также ссылка под этим видео. Итак, по поводу сексуальности. Значит, история следующая. На вот этом крайнем тренинге заметил следующую штуку, что многие, ну, хотя это не только на этом тренинге, да, многие мужчины, рассказывая о своих там успехах, заданиях выполненных, там, том, что произошло с ними за вчерашний день или вечер, они используют такую формулировку и такую терминологию. Они говорят, я начал к ней приставать. Когда я до нее докопался, то-то, то-то. Когда я к ней пристал, то-то, то-то. Когда я начал ее уламывать, то-то, то-то. То есть, стоп, ребят, я хотел бы очень четко обратить на это внимание. Значит, смотрите, когда я начал делать им замечания, говорит, обратите внимание на то, что вы говорите, они говорят, это всего лишь слова. Это нифига не слова, потому что слова это как бы то, что следует за тем, что у вас в голове, как вы к этому процессу относитесь, как вы думаете. И прикол следующий, что у них неправильные отношения. То есть, у них налицо то, что они считают процесс знакомства мужчины с девушкой, это что-то такое плохое. То есть, опять же, насколько надо было уверовать, что женщинам ничего не нужно, все нужно только мужчинам, что это что-то плохое, это что-то критическое, это что-то, там, не знаю, аморальное и так далее, и так далее. То есть, это показывает их отношение к процессу. Что значит, я начал приставать? То есть, если ты сидишь там дома, не знаю, на лавочке в парке, к тебе подходит красивая девушка, сама с тобой знакомится, классная, красивая, как раз в твоем вкусе, на который бы ты хотел жениться в итоге. И она говорит, вот ты клевый, ты мне нравишься, пойдем погуляем. Это что значит, что она к тебе пристает? Вот. То есть, прикол в отношении этих мужчин к процессу. Я начал ее уламывать. В смысле уламывать? Ты же не бомж, который просит на бутылку денег. В смысле уламывать? Ты мужчина, который будет ее, а, классно, качественно трахать, б, там, развлекать, веселить и наслаждаться общением. С, я не знаю, родите вместе детей, покупать ей платьишки, возить ее на море, защищать, спасать. Блин, это же круто. То есть, почему вы так относитесь? Поэтому, ребят, я вам рекомендую очень тщательно пересмотреть, порадумать, посмотреть со стороны, что вы говорите, как вы к этому относитесь. То есть, приставать. Я начал ее заебывать, там, у меня один товарищ сказал. Это вообще было удивительно. То есть, это еще и показывает ваше отношение к вам самим. То есть, вы настолько не любите себя, что вы считаете, что ваше проявление сексуальности или интереса в сторону женщины, это какое-то там приставание и так далее. Это катастрофически важно пересмотреть, как вы собираетесь заниматься сексом с девушкой, да? То есть, как вы собираетесь обрабатывать какие-то ее возражения и проверки на этот счет? Потому что девушка же так устроена, что она будет говорить, нет, нет, не надо. То есть, ей нужно сложить в себе ответственность, ей нужно максимум показать, что это нужно вам, но не ей. То есть, так создала природа, это нормально, это желание и это физиологическую, психологическую особенность женщины нужно уважать, потому что от этого никуда не денешься. Как вы собираетесь донести до девушки, что секс это вообще классно, тем более секс с вами это еще более классно, если вы не можете об этом говорить? То есть, первый вопрос, что люди неправильно называют, говорят, приставал там, заебывал и так далее. А второй вопрос, что многие из них реально стесняются об этом даже говорить. Они слово секс пытаются спрятать, завуалировать и чем-то заменить. То есть, общество, оно нас так воспитало, что секс это проявление чего-то животного, ну и сексуальность в принципе. И, как бы, животное проявлять в себе это стремно, потому что человек же он, ну, как бы, высший рас, там, высшее существо и так далее. То есть, как бы, ты же, ты же не животное, ты же человек. А вот смотрите, ребята, разве животное это плохо? Как бы, конечно, я не сторонник того, что у нас по телевизору и в СМИ показывают голые сиськи, жопы и вообще все мышление поменялось. То есть, в Советском Союзе, мне кажется, было намного лучше, хотя там секса, как бы, не было, да, несмотря на то, что мы с вами появились. Но посмотрите на животных, то есть, кошка или собака или жираф, не знаю, или кто угодно, какой-нибудь воробей, то есть, они же не стесняются своей сексуальности, они вообще не стесняются себя. Животным не знакомо чувство вины, животным не знакомо угрызение совести, животным не знаком стыд. Животные просто проявляются, потому что они считают себя идеальными, они считают себя классными, они вообще никак не считают, они идеальны, потому что их такими создавала природа. Кошка, она, сука, идеальна. И если кошка там поела, не знаю, сходила в туалет, потянулась, уснула, там, прыгнула, занялась сексом с другой кошкой, ну, кот и кошка, то это классно, это проявление животного, это проявление природы. То есть, вам немножечко нужно пересмотреть свое отношение к своему животному, потому что здесь есть очень много плюсов. И для меня, ну, как бы, кошка, она себя любит, безусловно, она себя принимает тотально, потому что она идеальна, ее такой создала природа, она не может быть другой. Она себя ничем не дрочит, извините за выражение, никакими мыслями и угрызениями совести, за свои желания, потому что это природа, кошка это часть природы, как бы. А вы ведете себя не так, поэтому я считаю, здесь у животных нужно поучиться. То есть, кошка любит себя всецело. И для меня секс и сексуальность вообще, в принципе, это проявление любви к себе, проявление принятия себя, позволение быть себе таким, какой вы есть, позволение своим желаниям выходить наружу, то есть, проявлять свои желания, реализовывать эти желания. Конечно, если они адекватные, то есть, кто-то сейчас будет умничать, говорить, что, а если у меня есть желание убить. Батенька, заметьте, животные ради прикола не убивают. Животные убивают либо ради пропитания, либо ради, ну, когда грозит опасность. Вот и все. Это отличает их от человека. И здесь они опять же нас обошли, нас обставили. И насилие они тоже проявляют... Так, куда же ты едешь? Вот. Только в случае необходимости. Поэтому еще раз, вам нужно пересмотреть свое отношение к многим вещам. И заметить, как вы их вербализуете, как вы о них говорите. То есть, сексуальность и секс – это проявление любви к себе, это позволение себе не стесняться своего тела, не стесняться своих желаний. То есть, это соединение с миром, с природой, с вселенной. И женщины этого хотят так же, как и мы, мужчины. То есть, не менее. Просто социум нас немножечко подзадрачил. Так. А почему социум, кстати, считает, что животное – это плохо? Да, ну, потому что ему выгодно, чтобы вы были винтиками, вы не любили себя. То есть, когда люди любят себя, это же невыгодно в обществе. Зачем? Им нужны рабы. Вот. А почему и не любили, кстати, Фрейда в свое время. То есть, когда до Фрейда, насколько я помню, был там Декарт, самый крутой чувак, типа философ, еще какие-то были мужики. И они утверждали такую теорию, что, ну, как бы, человек – это высшее существо, это прям вот вершина эволюции. Он управляет всем на этой земле и так далее. А Фрейд, он всю эту теорию расколол в пух и прах, потому что он доказал и объяснил, и им, как бы, все это по полочкам разложил. То есть, почему человек на самом деле не вершина эволюции, что человек даже собой не управляет. Человек на самом деле то еще животное, которым управляет его бессознательно. Его страхи, его какие-то программы родовые, его внутренние желания, причем очень многие желания завязаны на сексе, именно на проявлении сексуальности. И поэтому его вначале, как бы, не любили, потому что, как это так, человека спустить до животного. Но, ребят, вы поймите, что нет ничего стрёмного в том, что вы проявляете свое животное, внутреннее существо. Это очень круто. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Наверняка все равно найдется какой-нибудь дебил, который напишет, где подходы, Шамшурин, или там, не знаю, ты уже не тот. Ребят, хочу еще раз напомнить, да, то есть, смотрите, значит, в четверг, 6 сентября, в 20.00 по Москве, вебинар, мотивационный вебинар, плюс там еще будет вопрос-ответ в конце. Я буду вам рассказывать о том, как оторвать свою жопу и начать действовать и с женщинами, и по жизни. Ссылка для записи внизу под этим видео, стоимость 500 рублей, количество мест ограничено. И 20.00 по 23.00 в Москве групповой практический интенсив, очень крутой формат, ребята. Вы получаете видео заранее себе на электронную почту и приезжайте, мы занимаемся исключительно практикой. Я лично буду бегать с вами в полях, с каждым. Тоже ссылка для записи под этим видео. Увидимся. Это был Шамшурин, пока.